Здравствуйте! На этом уроке мы обсудим очень интересную конструкцию и постараемся с ней подружиться. Эта конструкция there is, there are. В русском языке аналогов ей нет. Более того, зачастую на русский язык она даже не переводится, несмотря на то, что одним из ее элементов является слово there, которое, как мы с вами уже знаем, переводится как там, туда. Ну, или переводим эти предложения так, чтобы они звучали красиво по-русски, используя такие глаголы, как стоять, висеть, лежать, находиться и так далее. Используется эта конструкция в тех случаях, когда мы говорим о наличии какого-то предмета или существа в каком-либо месте. Если где-то что-то или кто-то есть, сравните два предложения. И вот к этому предложению мы можем задать вопрос, где стоит стул. А вот к предложению «У стола стоит стул» или «У стола стул» или «У стола есть стул» мы зададим вопрос, что стоит у стола. Подсказка «Лайфхак» мы используем there is, there are, если предложение начинается с обстоятельства места, которое отвечает на вопрос «Где». Вариант there is или there's, в котором подлежащим является слово there, мы используем перед существительным в форме единственного числа с неопределенным артиклем, если речь идет о том, что можно посчитать, или без артикля, если посчитать нельзя. А there are – пересуществительным в форме множественного числа, без артикля. Таким образом, стул у стола – the chair is at the table, или the chair is at the table. У стола стул, или у стола стоит, есть стул, there is a chair at the table, или, краткая форма, there's a chair at the table. Книги на полке. The books are on the shelf. На полке книги, или на полке есть книги, на полке лежат книги, на полке стоят книги. There are books on the shelf. Обратите внимание на то, что если мы говорим о нескольких предметах или существах, то используем, как правило, полную форму глагола, то есть ничего не сокращаем. И еще. Сравните, пожалуйста, эти два предложения. В комнате стол и два стула. There is a table and two chairs in the room. В комнате два стула и стол. There are two chairs and a table in the room. И в том и в другом предложении речь идет о трех предметах, которые находятся в комнате. Но в первом предложении, первым упоминается один стол, поэтому мы используем is. А во втором предложении упоминаются сначала два стула, то есть существительное в форме множественного числа. Поэтому мы используем are. Об этом очень важно помнить. В вопросительных предложениях, как обычно, глагол ставим на первое место. У стола есть стул? Или у стола стоит стул? Краткий ответ выглядит так. Потому что there, в данном случае, это подлежащее. На полке есть книги? На полке лежат книги? На полке стоят книги? Или просто на полке книги? И краткий ответ. Если речь идет о существительном, во множественном числе часто используется слово any. Какие-нибудь. Оно как бы усиливает отрицание. На полке есть какие-нибудь книги? Are there any books on the shelf? Это же слово в вопросительных предложениях мы можем использовать, когда говорим о неисчисляемых существительных. Например, в чашке есть сколько-нибудь молока? Или в чашке есть молоко? Is there any milk in the cup? Сравните следующее предложение. В чашке есть сколько-нибудь молока? Или в чашке есть молоко? Is there any milk in the cup? И в чашке молоко? Is there milk in the cup? В первом случае я знаю, что в чашке должно быть именно молоко. И меня интересует, есть ли оно там или его кто-то уже выпил. А во втором случае я уточняю в чашке молоко или чай, а может быть кофе и так далее. Или какой-нибудь другой напиток. Особенно интересны отрицательные конструкции с данным оборотом. Все зависит от того, говорим ли мы об исчисляемых существительных или о неисчисляемых. А может быть мы имеем в виду существительное в форме множественного числа. Например, если мы имеем в виду один предмет, мы можем сказать так. У стола нет стула. There is not a chair at the table. Очень часто используется краткая форма. There isn't a chair at the table. Если же речь идет о неисчисляемом существительном или о существительном в форме множественного числа, то в этом случае очень симпатично использовать слово any. В чашке нет молока. Или в чашке нет никакого молока. There isn't any milk in the cup. На полке нет книг. На полке нет никаких книг. There aren't any books on the shelf. А можно также сказать следующим образом. There is no milk in the cup. There are no books on the shelf. Если же речь идет об отрицательно-вопросительных предложениях, то мы выносим глагол с сокращенным отрицанием в начало предложения. Разве у стола нет стула? Isn't there a chair at the table? Разве в чашке не молоко? Isn't there milk in the cup? Разве в чашке нет молока? Isn't there any milk in the cup? Разве на полке не книги? Aren't there books on the shelf? Разве на полке нет книг? Aren't there any books on the shelf? Думаю, следующая таблица будет полезной. Перепишите ее в свои тетрадки. Все, теории достаточно. Поехали тренироваться. Только давайте договоримся, что вы не будете обращать внимание на глаголы стоять, лежать, висеть в русских предложениях. То есть, переводя предложение на английский язык, вы не будете использовать вышеупомянутые глаголы, а только оборот there is, there are. Итак, также имейте в виду, что обстоятельство места в русском предложении будет в начале, а в английском в конце. Let's go. У стола стоит табурет. There is a stool by the table. На стене висит зеркало. There is a mirror on the wall. В комнате стоит кардероб. There is a wardrobe in the room. Перед окном стоит диван. There is a sofa in front of the window. Около стола стоит кресло. There is an armchair near the table. Под диваном лежит ковер. Под диваном лежит ковер. There is a tree near the house. На кухне стоит чайник. Рядом с вилками лежат ушки. There are spoons next to the forks. Над кроватью висит лампу. В кастрюле лежит помидор. There is a lamp above the bed. Рядом с висит лампу. Рядом с окном стоит стол. There is a table near the window. Возле двери стоит большая кровать. There is a big bed near the door. Над столом висит полка. There is a shelf above the table. Перед домом растет старое дерево. There is an old tree in front of the house. На моей полке стоят бутылки. There are bottles on my shelf. Возле стакана лежит ягода. There is a berry next to the glass. Возле тарелки лежат нож и вилка. There is a knife and a fork next to the plate. На сковородке лежит картошка. There is a potato on the frying pan. Внутри коробки лежат вишни. There are cherries inside the box. На улице летает муха. There is a fly outside. За большой зеленой кастрюле стоит красный чайник. Рядом с домом стоят автобус и три машины. There is a bus and three cars near the house. В гардеробе висят пять платьев. There are five dresses in the wardrobe. Между компьютером и книгой лежат шесть карандашей и ручка. В том чайнике находится зеленый чай. Или просто в том чайнике зеленый чай. There is green tea in that teapot. У стола есть табурет? Is there a stool by the table? Да. Yes, there is. Да, у стола есть табурет. Yes, there is a stool by the table. На стене есть зеркало? Is there a mirror on the wall? Нет. No, there isn't. Нет, на стене нет зеркала. No, there isn't a mirror on the wall. Перед окном есть диван? Yes, there is a sofa in front of the window. Is there a sofa in front of the window? Is there a sofa in front of the window? Да. Yes, there is. Да, перед окном есть диван? Yes, there is a sofa in front of the window. Около стола есть кресло? 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 Под диваном есть ковер? Нет. Нет, под диваном нет ковра. Возле дома есть дерево? И вот тут внимание. Нет, дерево далеко от дома. Разве возле двери нет кровати? Разве возле дома нет автобуса и машин? Разве на сковородке нет картошки? За большой зелёной кастрюлей есть красный чайник? Рядом с домом есть машина? Разве в гардеробе нет патио? Рядом нет патио в гардеробе? Спасибо за внимание. Если вам понравился этот урок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду рада ответить на все ваши вопросы, которые вы оставите в комментариях. Буду также признательна за критику, какие-то пожелания, которые вы также можете высказывать в комментариях. Желаю вам успехов в изучении английского языка. Всего доброго! До новых встреч! Пока-пока!